Добрый день! Сегодня я хочу показать одну вещичку, которую я недавно приобрел. Практически каждый вечер пользуюсь фонарями или фонарем налобным, Headlight по-английски. И мой старый, его фирма Amuncyclot называется. У него западает, начал западать кнопочка включения. Я решил поискать себе ему замену. И в принципе смотрел, хотел купить дорогой, не дорогой, а качественный скажем так, не дорогой. У меня не было цели купить дорогой фонарь. У меня была цель купить качественный фонарь относительно, чтобы он был недорогой. Но из такого качественных фонарей я нашел фирма Phoenix. Меня интересовал фонарь, у которого нет, у которого батарея вставляется непосредственно в сам фонарик, а не в дополнительный бокс на затылке или еще где-либо. Он должен был быть компактный, качественный, прочный. Ну и современным вот этим светодиодом LED, чтобы был кроме этого еще и экономичным. Ну и после, я нашел один из фениксов на ebay, самый недорогой. И я не помню модель его, а фонарик как раз такого плана, как мне нужен, чтобы он был небольшой. То его цена примерно 32-34 доллара минимальная на ebay. Это очень дорого. Ну и я нашел один фонарик, китайский, сначала на алиэкспресс и на ebay его нашел. На алиэкспресс он стоит 8,99, минимальная цена с доставкой. На ebay он стоит 9,99 у этого продавца, которого я купил. И, ну, у него был... Я его поставил себе в карт, в шоппинг-карт. Ну, и они, видимо, каким-то образом забиваются, у них информация о том, что я интересуюсь. И мне пришел через некоторое время, у них был промоушен на доллар дешевле 8,99. И я его сразу заказал. Интересно, что на алиэкспрессе они показывают, что он идет с кейсом. На ebay не показано, что он идет с кейсом. Ну, вот я покажу сейчас фонарик, собственно. Вот такая малюточка. Ремешочек. Очень качественный. Качественнее, чем у меня, у моего того циклопа. Резинка очень качественная, плотная, без каких-либо намеков на зацепы, на какие-то затяжки. Хорошая, мощная, такая плотная резинка хорошая. Ну, это такой от малютка фонарик. Я напишу модель его. Что мне очень в нем понравилось? Да, в нем понравилось мне все. Начиная от резинки, потом вот этот налобник, он же кронштейн, да, для крепления. Он с силикона. Он же является и за счет упругости является регулятором наклона фонаря. Прекрасно справляется с этим. Потом фонарь, он на одну батарею. Вот так вот эта вещичка открывается, раскручивается. Фонарь не идет с батареей, в моем случае. Он шел без батареи. Я, как видите, это стандартная батарея. 2AA размер, да, пальчиковая. В моем случае это rechargeable батарея. То есть, перезаряжаемая. Да, то есть, это аккумулятор. У меня все, в принципе, батареи-аккумуляторы. Я не пользуюсь обычными батареями. Но очень большой плюс, как вы видите, эта штучка дюралевая. Я не знаю, повторюсь, может быть, это полностью корпус сделан с дюраля, с алюминия. То есть, это не пластмасса, это все металл. Тоже прекрасно. Ну, здесь уплотнение тоже явно видно, видите. То есть, как бы, показывает на то, что фонарь должен быть водостойкий. Ну, вот так вот оно ставится. Ну, и на кнопочку нажимаются у него три позиции. Одна жалая. Это первая позиция яркое свечение. Потом слегка нажимая у него более, как бы, экономичное. Экономичное свечение. И потом флешлайт мигания. Еще раз сенсор. Тут не надо нажимать сильно. Это яркое свечение. Более слабое свечение. Я пользуюсь вот этим свечением. И флешлайт. Слегка нажимаете. Чтобы выключить, сильнее нажимается, выключается полностью. Опять сильнее нажимаю. Включаю полностью ярко. Слегка касаюсь. Получается. Второе положение более тусклое. И флешлайт. Очень хорошо, что здесь даже вот меняется фокусное расстояние. Если я вот выдвигаю полностью, это фокус вводится в точку. Бьет очень далеко. Если в таком положении, он фактически в небо. Не рассеется как луч лазера. И примерно так вот. По горизонтали я смотрю. Замерял примерно 300-400 метров. Бьет не рассеивается. Даже может быть дальше вот в положении. В таком сфокусированном в точку. Я им пользуюсь. Классный фонарь. Красопед. Ну просто вот. Держишь его. Понимаешь, что маешь вещи. Маешь вещи. На голове сейчас продемонстрирую. Вот так он примерно заглядит. Вот так он выглядит на голове. Регулируется классно. Вот такая вещичка четкая. Очень рекомендую я. Он меня востребован. Вечерами приходится на мне сидять. Занимаюсь с животными, собачками. Выгуливаю. Кормлю. Там учащие вольеры. И так далее. У нас тут субтропический. Субтропическая зона. Темнеет рано. И она меня очень востребована. Он очень будет полезен туристам, рыбакам, охотникам. И так далее. Еще раз покажу. Вот он в таком кейсике идет. Вот такой достаточно приятный кейс. Ну в картонной коробке он еще пришел. Тут липа. То есть можно отрегулировать на ширину ремня. Какая у вас вам нужна. Все. Спасибо за внимание. Очень рекомендую. Пока.